МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами передача Белка в Кубе и ее ведущие Настя. И Толя. Самое значимое событие последних дней выборы президента России. Всем известно, что победил Владимир Владимирович Путин. Толя, ты знаешь, какой у него был рейтинг? Я слышал более 75% при явке в 67%. А какой был день самих выборов, давайте вспомним. Здравствуйте! В студии Анатолий Рябинко. И Анастасия Винокурова. В эфире Белкин Ньюс. Сегодня важный день. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. В Красноярском крае действует более 2000 избирательных участков. Кроме выборов главы государства, на участках происходит голосование за благоустройство городских мест. Сегодня мы побывали в штабе корпуса наблюдателей, где узнали, как проходит контроль за голосованием. Формула выборов 2018 года – новые технологии, прозрачность и открытость. Наблюдателем может стать каждый, просто включив онлайн-трансляцию. Но есть и независимое движение, цель которого – контроль за процессом голосования. В него входят студенты СФУ и его преподаватели. Были ли какие-то нарушения уже сегодня? Да, сегодня мы зафиксировали с 8 часов утра порядка 30 нарушений. Ну, даже не нарушения, а сообщения. Из них было ряд нарушений, которые мы моментально старались устранить. Наблюдатели ведут фото- и видеосъемку. Возможно, нарушения отправляют на сайт национального общественного мониторинга. Там они обрабатываются и проверяются. Корпус наблюдателей за чистые выборы создали в 2012 году. Тогда он объединил профессионалов в сфере права. На этих выборах президентов в Красноярском крае набрали более 2000 человек. Ксения Шиховцова – одна из них. Наверное, самая главная задача – это в том, чтобы все население России было уверено в том, что выборы прошли честно. И тот, кто итоговый протокол, кого нам объявят, о том, кто он победил, что это на самом деле тот, кого выбрал народ. Юрий Калинчук – студент юридического института СФУ в корпусе с декабря, но уже стал территориальным координатором. Сейчас в целом идет тенденция того, что выборы проходят у нас незаконно, процедуры не соблюдаются. И я решил, что если это так, и возможно это есть, я должен как-то свою гражданскую позицию проявить и действительно проконтролировать эту ситуацию. В планах корпуса наблюдателей – участвовать в выборах губернатора Красноярского края и в городских избирательных кампаниях. Анастасия Винокурова, Анатолий Рябинко, ТВ, СФУ На эти выборы россиян приглашали разными способами. Об этом расскажет наш аналитик Артем Белоголов. Артем, как агитировали граждан? Да, Настя, привет. Действительно, избирателей на выборы заманивали самыми разными способами. Помимо обычных плакатов о том, что выборы пройдут 18 марта, на некоторых участках ставили столы с закусками, выпечкой и прочими явствами. Кроме еды, проголосовавшим предлагали скидки на бытовую технику и даже выдавали специальные талоны. Также горожанам предлагали сфотографироваться в специальной фотозоне на избирательном участке, выложить снимки в соцсети с определенными хэштегами и получить шанс выиграть автомобиль. Также было записано несколько видеороликов, призывающих идти на выборы. Вот один из них. Я хочу, не буду калкотки одевать. Я взрослый. Ну, мам, я же уже взрослый. Мам, я на выборы? Вот теперь ты у меня точно взрослый. Кроме еды, бытовой техники, автомобилей, тем, кто проголосовал, обещали пригласительные билеты на два концерта, которые проходят в день выборов. Спасибо, Артем. А сейчас в городе проходят два концерта, посвященных присоединению Крыма. Один на площади возле торгового центра «Планета». Там выступают популярные рэперы из лейбла «Блэк Стар». А на площади мира возле БКЗ идет концерт Олега Газманова. Сейчас там находится наш специальный корреспондент Екатерина Олейникова. Кать, как там обстановка? Только что на этой площади был концерт Олега Газманова. Все прошло просто отлично. Зрители пели, подпевали. Также выступал на концерте Александр Ус, губернатор Красноярского края, и поблагодарил всех за явку на выборах. Красноярцы, пыли есть и будем надежной опорой российской державы. Ура! Анастасия Анатолий. Спасибо, Катя. А теперь давайте узнаем, понравился ли красноярцам концерт и за кого они проголосовали. Как вам сегодняшний концерт? Вы знаете, я немножко огорчена. Было написано 8 часов по афише. Я приехала к 8 часам, и уже конец. А оказывается, все группы с 4 часов выступали. Мне очень понравилось. Газман очень хорошо спел. Мужик, мужик Олег Михайлович. Мне это нравится. Я его на песне обожаю, и за это я к ним пришел. Я обрадовался, когда он приехал к Красноярску, на выборы особенно. Такой замечательный день. 4 праздника, считайте, у нас. Мы Крым у нас. Выборы президента. Ну, 3, получается, да. И Газманов приехал. Мы как бы с одной целью услышать нашу любимую песню с ребятами. Россия! Россия! Ну, мы получили то, что хотели. Невероятные эмоции после концерта. Разорвали себе горло связку. Вы ходили на выборы сегодня? Обязательно, конечно, ходили. Если не секрет, то за кого проголосовали? Знаете, я кавалер медали за возвращение Крыма в Россию. Я голосовал за того президента, при котором Крым вернулся в Россию. За Жириновского. За Жириновский. А почему? Давайте начистоту. За Путина же много будет голосовать? Так. Ну, много. Допустим. Ну, пусть у него будет побольше, чтобы ему не было так обидненько. Проголосовал за Жириновского. А почему? Я всегда за него голосую. Почему-то вот мне хочется, чтобы вот он был, и он выведет Россию как бы на позитив, на вот этот уровень достойный, чтобы производство работало, Россия обновилась. Вот я верю в него. Ну, за Путина проголосую. Хороший концерт. А в это время наши корреспонденты Яна Грязнова и Дарья Иванова узнавали у студентов СФУ, что бы они сделали, если бы стали президентом. Ян, ты ходила на выборы в это воскресенье? Да, ходила и сделала свой выбор. А я вот задумалась, если бы я стала президентом, какой первый законопроект я бы приняла? Какой? Наверное, чтобы каждый день девушкам дарили цветы. А ты? А я бы отменила зиму. Давайте узнаем у наших студентов Сибирского федерального университета, что бы сделали они, если бы стали президентом. Я бы построила нормальные дороги. Если бы я стала президентом, первое, я бы, наверное, начала плакать и паниковать, потому что такая огромная страна, и я не знаю, что с ней делать. Мне отчислять платников. Пожалуй, я бы сделал срок президентского, скажем так, пребывания на посту достаточно большим, чтобы мне это надоело в какой-то момент. Ну, допустим, законопроект, чтобы не было пробок на дороге. Ну, я бы вот лично, я вот, отменил платное обучение всех платников и перевел бы на бюджет. Как минимум, облегчение налогового времени, раз мы тут экономисты, малому бизнесу. Я бы запретил алкоголь в России. И сигареты. Что бы ты сделал, в первую очередь став президентом? Уволился. Пенсию бы повысили. Заработную плату я бы повысила всем. Ну, во-первых, бы не позволил Америке к нам подступиться. Как вот я их не люблю, прям очень-очень сильно. Дальше. Следующий вопрос. Это один вопрос. Ну, что дальше? Дальше. Какая проблема? С учебой бы, конечно, что-нибудь бы полояльнее бы как-то сделал, чтобы... Как-то минимальные оплаты, чтобы это были как-то... Все равно очень дорогая сейчас обучение. Это во-первых. А с удовольствием бы стал президентом? Ну, была такая мысль, но хотя бы в депутаты бы попасть, и то бы ладно. Я бы проголосовала за мальчика, который отменил отчисление платников. Я бы тоже. У него же есть минимум две галочки. А с вами были корреспонденты ТВ СФУ Дарья Иванова и Яна Грязнова. Пока-пока. Вот так прошел день выборов президента в 2018 году. С вами была Белка в Кубе. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова